так ну давайте продолжим давайте напомним что было в прошлый раз что если у меня есть группа мы хотим описать все неприводимые представления кругу умеет действовать и мы в итоге каждой орбите этого действия копра соединенного действия сопоставили 3 характера у которого включили на сумму по всем это от логарифм мы видим что она только на орбите зависит от правой части мы как-то мы убирали на орбите форму лямбка для нее устроили поляризацию потом брали экспонент и индуцировать некоторое представление этого экспонента но оказывается в итоге точка не важна поляризация чутненько я думаю что кто мешает мне сформулировать и доказать уже главный дармин во-первых и омега не приводил что разным орбитам соответствует но значит представление заморозных разных характер и третье любой любой неприводимый характер группу имеет такой это не видно в обозначении на самом деле это очень хорошее замечание потому что это не просто фигерцы а самом деле мы не понимаем мало что это сможем пощупать но в целом идеология такая что более-менее все естественные вопросы теории представлений которые возникают не допускают какую-то партовку терминных орбитов например размеры представления чем урала в общем это вот видно как будем доказать ну давайте доказать ну первое мы хотим доказать что этот характер неприводимый для этого мы вычислили его орбит в квадратах ну давайте я напомню по определению это единичка делить на порядок группы у сумма по всем элементам из группы хи омега от г на хи омега от в сопряженном в данном случае на этом ну а ничего не делаешь на первую пробку вставлю здесь сумма много почему суммирования по всем элементам группы во всем лямбда и мю из омега значит тета лямбда от логарифма g на тета от мю и чё-то 12 спряжения взять потому что один раз совершенно верно ну с сопряжением отобраться ну давай обратно можно минус у по всем элементам из группы, по всем лямбда и мю из орбиты, тета по лямбда минус мю от логарифма g. Согласен? Минус первый превращается в минус, как я сюда вношу, из-за того, что тета гомомортирует, то это просто религиями формы. Сначала минус первый, я заношу сюда, получается минус, потом я опять пользуюсь гомоморфностью тета и вот так их записываю. Вот это вот их сумма просто. Теперь мы эту сумму при каждом конкретном же разобьем на две части. Когда лямбда равно не, когда лямбда не равна. Мы же по одной тоже орбите суммируем, так чтобы ехать лучше, когда лямбда равно не будет. Ну, это случай особенно приятный. Все получается. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 2. 4. 2. 4. 5. 5. 5. То есть я утверждаю, что для каждого конкретного выбора лямбда и ю, как я напрашиваю, то есть равно нулю каждого такое слагаемое, декутировать лямбда и ю, почему? Я думаю, что мы в этой группе на самом деле для каждого конкретного лямбда и ю равно нулю вот это слагаемое. При каждом конкретном лямбда и ю. Вот это ноль. Почему? Пока можно стереть. Давайте мы вот так напишем. Ведь когда g пробегает к группу, ее логарифт пробегает к алкуму, правильно, да? Это с суммой то же самое, что с суммой во всем x и n. Это вот лямбда и ю, портфельс. А вот форма линейная лямбда и ю, она не нулевая, правильно? Упражнение такое, да, что если форма не нулевая, то это ноль. Да. Такое сморство, кто-нибудь. Я правда не помню, может я написал наоборот, может у меня был фиксирован x, а меня с линейной функционалом. Вот такая это одно и то же. Можно фиксировать x, меня с линейной функционалом, а можно фиксировать функционалом. Привегать x. Пожалуйста. Если то, что фиксировано не нулевое, то это ноль. В итоге получается, что равен x в квадрате нашего характера равен 1. Это означает, что? 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 Характер 0.1. И так, ребята, а это основное вставление? Характер, который будет контраст в квадрате. Ну, оно же вставляется как инфицированное вставление. В каком-нибудь смысле, да? Вот так вставляется. Более явно, пожалуй, нет. Нет. И так, не приводим. Супер. Дальше. Почему они? Разные. При разных омегах. А так можно и догадать. Давайте понимаем. Да? Второй пункт. Пункт. Омега-1 не равно омега-1. Так, считаем, что я говорил про третий характер. По определению единички делить на порядок у, на сумку по всем g и у, и омега-1, g, и омега-2, g супер. Вот. Вставляем. Будет единички делить на порядок у, и на число точек на орбите, потому что один форик и другой форик. или вот такую же сумму. g из 2, лямбда из омега-1, ню из омега-2. Здесь θ от лямбда от логарифта g, и θ от мю от логарифта g. Ну, сопряженный сразу минус первым. Мы так же получаем. А, я не прав, не прав, не прав, не прав, не прав. Корень из омега-1 и корень из омега-2. Кои омега-1 нет, спасибо. Я не прав. Ну, это не важно. Но, отключение правильно. Корень из омега-1 и корень из омега-2. Вот. Точно так же сумма по всем g из у, лямбда из омега-1, ню из омега-2. Это лямбда минус-мю в логарифтме. А, когда минус-1 входит сюда, с минусом там все это. Получается такое выражение. Ну, это опять того же сорта в пустыне, кто тут где-то первого с логарифта. И там на нее не могут быть равны. Разные армии пересекаются, правильно? Значит, по этой причине сигналы. Ну, а раз характеры дают нулевое, для меня такое произведение между собой, что они перпендикулярные, потому что они разные. Вот. Ну, а раз они разные, значит, представление не заботится. Поэтому получается, что разному орбиту соответствуют разные характеристики и разные представления. Ну, и третье. Не приводить. Сколько это размеры? Значит, давайте от 6 формулы напомним, что хи от G, хи от G, хи от Омега. Единичка делить на 4 точек на орбите на сумму по всем мю из орбиты, θ, от Мьот, логарифм G. Вы, посчитайте, хотя размерности? Странно, да? Эти характеры равны? Вообще размеры, как вы представляете, что равны? Каплятся. Азначение характера в этой точки. Единист, да. Значение характера в единист. Нейтральном элементе. Чему она равна? Чему равен логарифм нейтрального элемента? Нулю. Угарифм Е равен нулю. И что, получится у нас? Правильно. Получается единичка. Делить на корень с порядка орбиты. А здесь мы суммируем единику только раз. Будет умножить на число точек на орбите. И получится корень с... Вот такое ощущение. Это Q в некоторой степени, на самом деле. Q в степени, как мы будем допустим, кор-размерность R. Или удовольствие кор. А, вернее, 1 вторая кор-размерность R или Q в степени кор-размерность поляризации. Вот так. Вот мы нашли. Нашли размерность, да? Ага. Ага. А теперь мы хотим доказать, что эти все возможные и приводили представления. Дайте нам сумму квадратных размерностей. Дайте посмотрим, что будет получаться. Сумма. Риманя Галя. По всем вообще орбитам один омега квадрат. Ну, если размеры с каждого эти корень из число точек на орбите, то квадратный будет просто число точек на орбите. Получается, сумма по всем орбитам просто число точек на орбите. Извините, N со звездочкой, оно распадается на орбите. Правильно, да? Если мы просто берем число точек на всех орбите, то найдем просто порядок на звездочке. Но в N со звездочкой столько же точек сколько в N. А точек столько же столько в группе U. Правильно? Что же это получается, мамочки? Мы нашли какие-то неприводимые представления. Причем все разные, да? И сумма квадратных разменностей равна порядку группы. Сумма квадратных разменностей равна порядка группы. Значит, все неприводимые представления. Вот так. Следовательно, это все неприводимые представления. Все, конец, расходимся. Да. Что дальше? Например, упражнение подводное, о котором не расскажешь. Дальше я саму доставлю. О, это очень печальный вопрос. Сколько? Очень много. Конечно, нет. Конечно, нет. Ну ладно, тогда мы поговорим. Мы пилотификировали представление с помощью орбит. Задача абстрактная. Диаметрическая задача. Диаметрическая задача. Описание орбиты. Они становятся в этом случае. Программа то, что описание орбиты на автоматике. Наверное, явное описание орбиты известно. Да, М сменишь, что это такое. Как непонятно, как он был в таком случае. Более того, это как называется? Дикая задача. То есть, на самом деле, значит, это балет и классификация на фариматах. Так что, в общем, надежда, на что орбиты удалось написать для произвольного N, это, в общем, бесконечно. В этом смысле, да. Небольшой мигу сказать орбит, что, а правда, не очень поболевает описание. Представление. Ну, давай примерно рассмотрим упражнение, которое мы делаем. Я про это довольно подробно. Число, например, да. Имеются разные гипотезы. Не буду совсем подробно разбисывать. Ну, первое, что заметили довольно давно, в годах в десяток, что для какого-то кредита N, количество орбит – это многочлен от Q. Что? Окей. Дальше, в общем, Макс Айрекс, наверное, направил такую гипотезу, что число орбит конкретной размерности – это многочлен от Q. То есть такая гипотеза Айрекса, что это многочлен от Q-1 с целыми этапными коэффициентами. То есть я должен считать, насколько у тебя там вниз, на какой этап остались. А где будет это правее? Да, нет. Да, нет. Ну, давайте даже начнем. В общем, случай. Вот. Айрекс. Не могу, что я не знаю. Не надо. В общем, такой. Вот. Что? для любого N и любого K – число орбит, ну, N – любое некоторое название, на котором ровно Q в степени K точек, это не значимое. Код Q-1 с целыми отрицательными коэффициентами. Вот так вот. Ну, да, я почувствую, нет никаких идей, что можно считать. Точек не надо. Не надо. Не надо. Ну, он сказал, что не можно с компьютером, но ведь у нас есть некая проблема. В принципе, да, у нас есть картридистольный коэффициент. Который коэффициент, если у него хотя бы почитается к 13, да, то есть, что... Вот. Для матрица 8 на 8 – науке не знает, как это делать. Ну, в общем, в случае угольного кода, ну, известно, я в нем можно посчитать, я хочу, ну, слабо, как я вам сейчас скажу. Что вы говорите, будет известно? Ну, во-первых, она верна при ка равном углу. То есть, есть такие орбиты, которые просто точные. Их довольно легко описать. Это я вам n-сов-велточкой рисую. Ну, она у нас нижний треугольник, да? У нас n-сов-велточка и нижний треугольник. Ну, это же действительно, да? Ну, идея такая, что вот в этих местах мы можем написать все, что угодно. Любые числа, которые можно написать. И, ну, если я попробую посчитать, в общем, формула наша, которая была, то это небольшой экспириенс, и вы поймете, что эти точки никуда не движутся. Ну, легко доказать, что других нет. То есть, вот вам полное описание орбит, которые точные. То есть, k равно нулю. Ну, давайте посмотрим, что я получаю. Вот любые числа считается. Ну, вот давайте попробуем проверить. Вот я вам предъявил полное описание орбит. У степени n-1, да? У степени n-2. Ну, то есть, это u-1 плюс 1 степени n-1. Ну, это довольно очевидно, что то, что получится, это многочленственная логика и степени n-2. Правильно? Мы даже знаете, с какими. Вот. Так. Ну, дальше, дальше, что там может быть? Вообще вопрос, в принципе, сколько вообще точек можно подорвать. Да? Смотрите. Ну, заняты. Вот заняты. То есть, что мы знаем? В каких-то возможностях размеров для одну? Ну, давайте я сейчас скажу про маленькие размерности. Значит. k равно 1 и 2 и 3. Это... Просто подсчитывается, что орбит в этом случае. И... Да, депозим 2. В чем? Вот. Ну, для остальных, ну, для больших, пока 4, как науке неизвестно. Вопрос, в какой, в принципе, размер может быть орбиты, очень хороший. Ага. Или, друзья, в какой размер может быть представление, да? Что мы точно знаем? Что числоточек на орбите, это к лучшей степени k. Ну, раз, два. Да? Для какого k, начиная с нуля. Верхнюю страницу, знаете, очень... Сейчас я вам предъявлю описание орбиты максимальный размер. Нужно вот так вот по диагонали поставить... Вот это так. Две лампочки квадратик. Две лампочки не нулевые числа, а квадратик любые. Такой формы будет иметь максимально возможную разметность. Ну, это... У меня N2 отождествляется с нижней треугольными марками, да? Вот я везде ставлю нули в форме. Кроме вот этих мест по большим диагонали. Здесь в любые не нулевые числа они получили больше. Да, ну... Да, ну... Да, еще тогда я тут вырастил там всем. Вот. Это такая... Да, такая... Штука имеет максимальную размерность. Ну, на такой орбиты больше всего точек. А сколько сейчас? А, сейчас посчитай. Для этого полеризация подстроится, да? А мы строили на самом деле. Не знаю, что очень будет верно. Можно взять вот все, что стоит на диагонали и выше. Вот это вот будет полеризация. Ну, то, что это под алгеброй, это очевидно. Полеризация. Понимаете? То, что под алгеброй, это очевидно. Вот. А... А... Ну, надо транспонировать и получить под алгеброй. То есть... Правильно надо написать вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Надо правильно вен действовать, а не вен со звездой, да? Вот, например, N. Ну, вот надо взять все, что стоит на диагонали и выше. Да, да. Вот эти матрицы, у которых вот тут то, что угодно, а тут нули, это будет под алгеброй. Полеризация тоже легко проверить. Потому что максимально... Вот это полеризация. Давайте поймем тогда. Вот эта полеризация. Какая у нее размерность? Ну, сколько тут? А? Ну, тут я понимаю. В общем случае, сколько? Вот. Давайте даже корразмерность посчитаем. Чтобы нам корразмерность приобрести на итоге, да? Ну, тут N-2, тут N-4. Ну, вот такая сумма пока не кончится. N-2, N-4. Ну, и там далее. Такое число как-то. Мюотен, можно его назвать. Легко понять, чему оно равно. Ну, вот тогда значит числоточек на такой орбите. Это Q в степени 2 мюотен. Что знаю верхнюю границу для K? K не больше, чем мюотен. А, ну почему? Почему это максимально возможная размяться? Ну, в общем, это поправился еще в самый первый садик Кирилла. Он был более-менее догадан. Что в 62-м году это все. Это, видимо, максимально возможные годы. Ну, сколько их тоже несложно найти, да? В общем, будет Q в какой-то одной степени там, множить на Q-1. Ну, Q просто Q. На Q-1 в некоторой степени. Тоже видно, что это многочлен от Q-1 с целыми коэффициентами. В общем, известно, полное описание орбит предмаксимальной размеры. То есть, как K равно мюотен и будет зауполняться. Когда K равно мюотен минус 1, то известная описание орбит и тоже не будет зауполняться. Ну, уже, так, а минус 2. Далее от N минус 2. Я как-то не очень знаю. Оно должно это впадать, что в арбитии, на самом деле. Вот потому, что что в арбитии, что в арбитии. И оно есть потом внизу. А, ну что, брать не любый кодок простые вы имеете в виду, или что ли? Да. Ну, я понимаю. Ну, наверное, мы должны сразу не понять. Я не понял, вопрос, да. Ну, это… Смотрите. И вот, что в арбитии не должно быть. Ну, норма. Ну, вот. Ну, если я не имею в виду, что ответа в мячере. Так. Ну, вот. Это вот показать числа арбит, да. Тут разные вот тысячи арбитов творится. Дальше. Не угнивайте пока что в арбитии, а еще про группу. Что-то очень здорово. Но, наверное, все-таки было бы как-то немножко обидно. Если… Такой вот… Если взять мячере, работа будет для группы. Да? Ну, это, конечно, не так. Ну, причины. Понятно, что метод арбит… Понятно. А он работает далеко не только для этой группы. В общем, более-менее можно любую подрубку в ней брать. Ну, вот. Вот. Вот так. Унипотентные гибридические группы с конечным полем. Все будет хорошо. В частности, можно брать унипотентные радикалы барельских подгрупп в других простых группах. Все будет здорово. То есть, что мы можем? Мы можем заменить… Ну, с чем он начинался? Вот. Что? LN у нас… Да? Или даже SLN даже не пишет. ЛН. Как SLN. И мы у нас есть ее… Леугольное положение. N, H, G, M. Вот. И R – это как раз наши нормы. А, на самом деле, не пишет. Ну… Типо… Что это? Ну, заметьте. Ну, оно, конечно, великое положение, правильно? Ну, вместо… В частности… Ну, самый важный пример – это опциональный степический револючий. Понятно? не знаю, да? Может быть, смотри, может сказать, что не будет самое важное. Например… SP… 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 ЛИП… О… в них тоже есть такое треугольное если мы теперь возьмем саму n в качестве группы там тоже есть все эти гипотезы ну как для исключительных в общем более-менее известны но ситуация с описанием конкретно она очень тонкая же 2 конечно имеют некий алгоритм позволяет построить но он не очень сложно имплементировать так что наверное правило сказать что описания все-таки нет из других теоретико-представленческие изображения вот здесь в этих классических лучах ну то что там гипотезы проверили для какого-то по-моему ранга в общем случае известно что они верны для х равная 0 1 и 2 а для Карла Тройте наверное не дамы с тобой берутся нахожусь в типовом которые будут делать вот так что в небольших размерах их тоже эти гипотезы наверное в общем случаи науки не видно ну да это это точек Карла Тройте ну вот да да ну да давайте скажем я имею ввиду вот я еще раз n 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 r n n n n n n p n мы по-прежнему можем сказать, что челоточек на орбите ку в некоторых степени к то есть что мы знаем, вопрос такой очень базовый. Вообще размеры мы знаем, что это степень о, нуля, то какой-то констант, который легко найти. То есть выходит где-то между. Но вот опять, что все возможны. То есть для каждого х существует орбита такой равный список. Ну от ж, от алкоголя зависит. Ну она, конечно, для кредалов, от латы она зависит. Каждалов, например, это, конечно, своя. То есть для эсэй своя, для синтетических своя, для аналий своя. Они легко находятся. Ну вот смотрите, вот я беру какое-то экскурсное предложение, да. Беру вольную часть, ну и экспонент, так же, точно так же. Какая-то экспонент, где же не знаю, где же на этой литой, вот такой же комплекс, где она действует. Ну как, ну, да, там максимальный, патентный фонгруппы. Вот. А эти снижения, а не гипер, а такая литой отъездности, она просто для лимфории. Ну, для любой классической, да. А, да, да. Просто, просто можно построить, только определить линейную форму, орбиту которой легко найти, а значит, и в общей атмосфере. Вот. Ну вот, наверное, про сами орбиты, например, такая картинка. По правилам, что очень плохо, да. Какие-то серии орбиты звучит удается. А вот, в лучшем случае, пока непонятные, не забыть какая-то понятная. Поэтому, я не могу не сказать еще одну вещь. Поэтому, интересно там, ну и логично, приходится, а рассматривать какие-то официальные классы орбиты. Ну вот, там орбиты максимальные размеры, оцеплены максимальные, где кто-то может, или наоборот, малые размеры смотреть. Но, здесь очень красивая теория, которая, не знаю, по имени Андрея Давлёдова. Понятно, что это не только все орбиты. Давайте попробуем дарить более грубые точки зрения. То есть, более грубые спецификации. То есть, объявили какие-то такие, ну, у вас какие-то непонятные, правильно? Есть некая большая коннорность. Ну, давайте, как мне это слово, я знаю, что оно мне очень нравится. Если потребуется понятие, то сейчас мы хотим, ну, все-таки у меня орбиты описать, то гораздо больше куски, но то очень красиво описание получается. И нам понадобится понятие, которое вот там. Допустим, коковинок стало в холодильник. Я говорю, коковинок в холодильник. Буквально, вот у меня есть. Коковинок в холодильнике. Ниже треугольная, где треугольная, неважно. Вот. Ну, они как-то расставят в холодильник так, чтобы они не передают. Коковинок в холодильнике. Коковинок в холодильнике. И больше, а больше. Ну, это очень легко. Буквально. Я понимаю, что это система корички. У меня, все-таки, это система корички. А, инстантлив. Да? Это фиклюк. В корне эпсиум, это или эпсиум. Жигури. Одином. понятно что есть парус который нумеруется корнями положительным корням и так далее просто фандартный набор но если посмотреть на картинку человек вырос на холодильник то это еще легко переформулировать и чтобы они не били друг дружку чтобы они имели по парам неположительной скорой а вот когда они по парламентам. Зачем они нам нужны? Ну, конечно, можно брать арбигра для Лилингкорда. Можно, можно, да, в общем, можно сказать, можно полирекарды напитать, можно размеры посчитать, но это далеко не все арбигра, далеко не все. Так чему арбигра найти там в общем? Может быть занятые упражнения, а сколько всего? Сколько всего? Для какого-то N имеется в виду. Забава. Да, вот, зачем? Как нам стратегика построить? А вот так. А сделаем чуть более хитрые вещи. Ну, давайте, что D куплю, это у нас на сторонку ладей. Вот так. Ладей. И давайте возьмем и для каждого корня из D, ну, для каждой лампочки, возьмем арбиту просто одной, например, или формы. Ой, 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 понятно, да? То есть для любого а, ну, D поозначим через, там, у альфа, там, корбиту, или формы. Давайте у альфа там, я не знаю, у альфа там C. Для C это какое-то число просто из этого. Вот такой там E, альфа, C и альфа. Ну, почему? Вот это. А дальше делается вещь. Да, смотрите. Из общих соображений все арбиты – это афины и другообразие. Они сдаются уравнение, понимая. Ну, потому что группа у нас компотентная, действует на афинном пространстве. Заводопречная диаметра нам известно, что все арбиты дают уравнение. Но мы начинаем делать хитрые вещи. Мы фиксируем какое-то отображение. C из D в пункт 3. И сложим эти арбиты. О, D, C в сумму. Такая сумма по митосу, которая шла речь. Во всем альфа, D, O, альфа, C. В общем, это какой-то вариант минус. Когда сумма арбиты, тогда довольно редко бывает. В общем, это очень трудно, если мы не говорим. Но вот оказывается, теорема… Чит, Андре, там какой-то, я не знаю, примерно с 99-го года, с 2001 по 2008, наверное, что он в серии статей написал там. Что, во-первых, эта штука O, D, C замкнута. То есть это тоже афинная многообразие. Для любых D, C. То есть D – это ростовка ладей, а X – это я на месте лампочки численно рисовал. И даже здесь уравнение, которое нас дается, то есть они и штрафы, и там термот-минор получаются. Во-вторых, ну и самое главное, что в Сиаенсе звездой – это дизъюнктное объединение этих O, D, C во всем D, C. То есть каждое вот такое многообразие, оно распадает на архитекты, и оказывается вот такая более грубая, та, которая, в общем, нужна в идеале, но тем не менее стратификация. Вот. А тогда любое ростовки ладей и любого набора константов. То есть для каждой ростовки мы еще должны теперь определить каждую ладейку константов. В итоге, вот когда мы все такие рассмотрим, то в Сиаенсе звездой распадает, но это конечно разное. А? О! Ну вот написано определение, что… Я на черт проговорю. Берем основку ладейку. Теперь для каждой ладей, каждой константов, 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 для каждой ростовки, теперь я беру, и для каждой этой штуки я беру, вот орбиту, соответствующую линию константов. Например, я трогаю вот такую ладейку константов. Потом здесь оставлю лампочку, потом здесь. Другой все эти армии складывают. Вдруг по точке из карты, но складывают. Вот. Получается некий такой подморок. Доказывается, это афины в Мегабраде, когда он сдается с элементами уравнений. Они все разные, и в итоге они дают все это. Ну, по точке из карты, груз падают, возможно. Ну, да, я могу сказать, да. Да. Сначала это теория. Она, вначале он заказал для просто FLN, а потом вместе с своей учениками для других классических алкогенов, а для исключительных, а для исключительных, а для исключительных неизвестно. Но надеемся, что же вернемся. Такая спецификация типа Андрея. Понимаете? Вот. Такие дела. Ну, это, конечно, что местный орбит, он как бы имеет эту широкую область применения. Тем более, для всех, какой-нибудь патент, как в предыдущем поле, он хорошо работает. Но везде опрос там о описании конкретных орбит, для конкретных групп, какие-то числа орбит, они везде довольно тонкие и очень много чего интересного и неизвестно. Ну, давайте теперь потихонечку приходить к алгебру ли, что представление было не только у группы, еще и алгебрии было представление. Может быть, можно, для таких групп где-то старает работать, может быть, и для нелепатентов и халом работать. Ну, опять-таки, И очень хорошо. Давайте вот это сейчас в группу, когда время заканчивается, а то это стареет заканчивается, в этом пульсе, и будет дальше, в этот провал в Украине. Конечно. Ну, по-заристскому, то есть, задается оправдинальный уровень. А? Ну, да, только они ходили. Конечно. Понимаете? По крайней мере, сердце задается, по крайней мере, уравнение. и, конечно, по крайней мере, правильно? Скажите, что, что ли уходно? а я... Поговорим. 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 Давайте, сейчас... вообще не собираюсь описывать, как работает метод ответ для группы с веществами и комплексными числами. Ну, ответ я скажу. Там надо брать унитарные неприводимые представляния и ответы буквально находятся в объекции с полностью сменными. но там, есть такой характер, так понятно, но можно тоже написать какие-нибудь вообще-то фокусы характера. И тоже. И хоть не конечный поле, хоть для группы, но, правда, я учитываю много эфитетных вопросов. Вот есть там группа в ней ну, понятно, 5 на 5, можно говорить 6 на 6. А как выглядит представление соответствующей орбите? на базу. Как будет его разложение не приводить? Вот ну, там очень многие вопросы теории представления все на базу. Аудебры как равно поставили. Вот пусть это какая-то неопатентная аудебры. Так, это разрешим убрать там различать можно разрешим убрать там различать тоже и не и разрешим так и и образ разрешима алгебра разрешим правильно? да, естественно да, естественно и получается какая-то разрешимая по адалгебре здесь мы можем ее привести треугольному виду любую разрешим значит есть вектор в собственный вектор такой что по действиям алгебра на него получаем прямую треугольный сервис это бай когда мы которые нам значит не приводим представлений только одноверно то задача решена получается полное описание представлений но нет потому что речь это все интересные представления он бесконечный так что задача решена хочет написать неприводимы представления непонятно больше с самого начала когда появился было он должен работать но наверное если одного человека назвать в семидесятые годы с авторами учениками школы была разработана теория большая которая в общем говорит что да нет мы сейчас вам сказать тут надо чуть больше вести формализма давайте секунду вернемся к лучшему конечной группы это представление группы из g g ну надеюсь многие знают однозначно продолжается до представления групповой ограничивается представление группы конечная то же самое представление групповой универсальной универсальной ограниченной универсальной универсальной ограниченной ограниченной а кому известно что известно хорошо ну то есть просто многочленов как бы элементы универсальной они вот так вот и можно изучать представление универсальной ограниченной хорошо окей наверное легко понять что такое бы ни было представление да у него есть аннуля по определению все элементы универсальной обращающей алгебры которые убивают и что фи от а это нулевое на в есть такие бывают да ну легкое сопротивление что это идеал вот как бы идеалы имеют второе алгебра не коммутативно это это легко проверить что аннулятор любого представления это корон нет теперь если мы говорим про неприводимые представления на самом деле потому что в этом случае в отличие от описания неприводимых представлений это конечно важная задача но не то чтобы к ней все сводилось потому что это не многостая категория не любое представление представлений но тем не менее это неприводимые вот если первое неприводимое если первое неприводимое то его аннулятор называется примитивным идеалом примитивным идеалом давайте через прим у антен я обозначу множество всех примитивных теперь смотрите как выглядит кнопка значения и задачу официально мы приводим представление мы забиваем на два шага на два этапа первое мы это хотим мы опишем множество 3 опишем все возможные аннуляторы в какую идеалность аннулятор приводимое представление а дальше для каждого конкретного аннулятора опишем все представления ну дальше для любого ж примитивного аннулятора нет скорее нет нет департамента я могу хорош это не просто ноль и может и логика 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 все представления с таким аннулятором точнее неприводимое представление направл фактор у от и понятно что это не только представление с нуля транжей то оно опускается нам до представления фактора и европейцев очень броневедик броневедик ну сразу скажу тут у нас этапы нечего по этой плане а именно этот арбит блестяще работает на крыльях а дороги не получат это дело что мы знаем что это всегда ангрувели это всегда ангрувели а потом что это такое там а про ангрувели со мной образующие представления дело страшное в общем случае просто и очень много и очень мало полное описание нет ангрувели а первое работает а именно для привитива идеал все по органу это очень похоже как для группы а что сейчас подходит выберем 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 что там да конечно конечно по любому вот все неприводимые представления они не годятся так выберем проигольную орбиту ну я же так смело говорю такую орбиту не уложу оно довольно долгое ну значит вот беру орбиту выбираем любая поляризация любая поляризация да сейчас ну поля вот понятно здесь да можно это решит тоже это первое буквально что объект так любую поляризацию берем и теперь такого характера выбирать не надо просто давайте рассмотрим рассмотрим ограничение лямда на п ну и с п просто в с действует c который в общем можно трактовать да как g l1 c вот смотрите я утверждаю что это представление я утверждаю что это представление давайте проверим давайте проверим любых x, y и с p мы должны убедиться что лямбда от коммутатора это коммутатор лямбда от x на лямбда ну в g l1 коммутатор на какой коммутатор вы числили ноль а смотрите как славно так и здесь ноль это шкуляризация работает ну лямбда 0 так что представление это представление одномерное представление алгебры ли p вот ну а когда оно представление с кем можно индукцировать как и для есть такая стандартная ну это индукцировать под алгебр на суалу давайте обозначение будет вот так с p на n ну как фендерное пространство его описать несложно относительно надо взять фендерное произведение у от n на это самое ну вот на это самое пространство давайте трактовать его как же l1 от какого-то одномерного подпространства пространство W от W что это запись означает над W это значит что можно перебрасывать со мной в страхуем как вот натянутся на какой-то один верток W маленько то вот такое в таком тендерное произведение в выражении AB на W это то же самое что A на лямбда от W с ну для группы тоже что вы знаете на правде индуцированное представление как на это изделие на групповой ну а алгебра у от n Мы сейчас ввели представление А в Угры-П, а мы берем индексированное, то есть мы берем представление УАТ. Исходное представление было одновременно. Эти представления точно одновременно. УАТ, конечно, можно перебрать, но это не помогает. Можно даже меня убать, если с помощью того, как и другого языка. Можно. Это тоже мало, но правда. Теперь давайте рассмотрим его аннулятор. Жить будет его аннулятор. У каждого представления есть аннулятор. Правильно? Те элементы, которые нулев здесь на этом вставлены. Если мы будем. Теоремы. Первое. Смотрите. этот G, он получился как аннулятор вот этого представления. Которая в свою очередь зависела от выбора линейной формы. Лямга. Это выбор поляризации. Что? Какое представление? Ну, буквально просто. Какими операциями действуют элементы, которые мы знаем? Ну, каждый элемент, которые мы понимаем. То есть многочлены от них, вот так и действует. А то, что у механуга развивается определенным соревнованиям. Так вот ничего не зависит от него. Ничего. Это зависит только от лям. О, не, да, арбитр. О, не, да. Не, да, арбитр. Независит. От лямбл. ? Второе. ну наверное дальше понятно чтобы он был приводим и чтобы этот модуль не приводил он не всегда не приводил но при некотором выборе поляридации не приводим при некотором представление не приводим при каком-то некотором а утром при таком-то вот в этом случае он от выбора поляридации зависит а при некоторых выбор поляридации получается не приводим ну и последнее что и выбор это дает нам объект между на самом деле про примитивные идеалы можно сказать гораздо больше давайте сделаем а вот и написано они разные раз это тоже право это да 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 Когда его универсальный объект еще, наверное, описать какие-то слова, да? Науке понятно, да? Давайте возьмем размеры. Ну, скажите, какая будет универсальный объект? Многочлены, да. Ну, я думаю, что xy – yx – а науке так, в основном, это многочлен. Вот. Ага. Вот, теперь мы должны понимать какие-то прививительные идеалы, да? Ну, если так можно подумать про неприватимые представления это аука. В общем, немножко подумалось. По мнению, что это то же самое с максимальным. Примитивный равно максимальный. Слава так и на батюшке. Скажите, какие есть максимальные идеалы? Да, это целый точек, правильно, да? Все это максимальный, все это для тебя. Примитивный. Потому что цель. Ага. Ну, нет, это не совсем очевидно, это требует этих размышлений. Это упражнение. Это очевидно. Ты скажи, я могу это подумать. Даже для кадра. Вот. Смотри, смотри, что очевидно, что любой максимальный тримитивный. Это верно в любой алмобелле вообще. Конечно, любой максимальный тримитив. Обратное, в любой алмобелле конечно не centrally lettим. Лекомотивная rzecz performance как мы увидим? 삶 как мы увидим. Под extent, когда мелодия Повсу здесь, как глаз, тоже верят. Для нелепотетных blockosit with light, появится минимальная. Да. Ну блин, как reinvent? Вот, я не буду его сказать. Но я под учредит пример. Это алмобелле не наверх. Там будет все. получать рождается ну она совпадает ну значит каждую точку а мы видим что есть вот ну давайте первый пример скажу о примитивному идеал очень замечательно Для любой непосредственной алгоритмы примитивный равно максимально. Примитивный равно максимально. Но мы только их с тобой берем. Вот. Единственное, для Вадима, конечно, неверное представление, это привиальное. Примитивный равно максимально. Более того, если жизнь примитивный, он же максимальный, то мы можем обстоять повторял. Я вам сейчас сказал, что повторял другу ответа. Ужили, это англ-гравеерия, а это. Что это такое? Мы проще задать образующие присоотношения. Образующие присоотношения он дает. Два аэропроводщика нет. П1, Р, У1, УР. Соотношения такие. Остальные все нули. Вот. Алгебра вели называется. Вот. Она бесконечно мирная. Она очень классная, очень интересная, довольно сложная. В нем можно легко реализовать. Как подавка игроку. Многочлены от экспериментов, от R экспериментов. R. И берут операторы над этим пространством. Один это умножение на x, а другой это D под x. Если я правильно помню, это должно быть умножение на x. Это не очень красивый. Вот. Такую данную же вещь. Она очень известна. Например, она проста. Простая. Простая. центр это просто но какие-то вещи довольно легко доказать про них, а в представлении тоже очень много, что и вредно. Это может быть правильно упомянуть, но оказывается, что всегда получится это самообразование. Более того, мы даже можем сказать, чему равно это R? R – это размер стерпичности. Чем больше орбита… Те же размеры совершенно легитимные понятия данного центра, что происходит – это алкогольные договоры. То есть, чем больше орбита, тем больше факторов алкогеров, тем меньше идеалов. Ну, это, например, гуратская цена, вот они все максимальные идеалы, да, но вот в таком смысле, чем больше размеров, тем больше факторов, тем меньше идеалов. Окей. И поскольку про представление там мы полностью описать не можем, то вот второй шаг выглядит печально. Дать последнее упражнение. Давайте в качестве n возьмем своему алгебру Гейзенберга. Алгебра Гейзенберга. Ну, ее тоже легко задать образующими соотношениями. Образующие x1, xn, y1, yn, z. Соотношения такие, x и t на y, это я коммутатор, это z. А остальные, как алгебру Гейзенберга. И очень легко реализовать матричный гейзенберга. Что я делаю? Можно взять матрицы. Размерами n-гейзенбергацев на n-гейзенбергацев. Вот это будет z, это x, это 1. Ну, единички, даже если нахожусь ц. Реально проверяйте. Возьмайте, вот центр этой алгебры, оттянут на z. Ну, вот задача. Отпишите. А! Веруду я говорю. Веруду я вам говорю. У нас обманывают. Это 2 на плюс 2. Еще улев. Вот. Вот. Ну, вот это упражнение опишите по последненной армии. В группу непонятных вещей, в группу непонятных стоять, в котором опишите по правде. Вот. Опишите, пожалуйста. Ну, давайте начнем с того, что эти армии на них работаем. И вот, друзья, университетов, я вам еще в этом видео увидимся, что вам тоже будет легче. Вот. Ну, на сегодня тогда все. Все. Ну, спасибо. Продолжение следует...